Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Амаркетс, где мы размещаем конкретные торговые сигналы, рекомендации и идеи. И также, когда есть интересный и насыщенный фундаментальный фон, даем информацию общую по рынку, чтобы вы также могли сориентироваться, как и что можно еще сделать и предпринять. Ну что ж, по прошествии еще одного дня мы все внимательнее следим за ситуацией вокруг американского госдолга, потолка, лимита этого понятия, потому что это тема номер один, ведь сейчас все спекулируют на том, будет ли дефолт США и объявит ли американская экономика себя банкротом. Если быть реалистом, я это также много раз уже говорил, конечно же этого не будет. Друзья, в самый последний момент я думаю, что все-таки демократам придется сделать на шаг на встречу республиканцам и принять те условия, которые требуют от них. Но до этого последнего момента пройдет еще немало времени, то есть как минимум до 15 октября мы будем следить за развитием событий, рынок останется нервозным, волатильность будет повышенной и мы сможем еще заработать на нежелание трейдеров рисковать. Что это значит? Мы сможем заработать на снижение курса европейской валюты, потому что, как показывает текущая динамика, евро очень болезненно реагирует на, разумеется, выход инвесторов из риска и локальный спрос на защиту актива, такие как доллар. Кстати, по европейской валюте, сейчас котировки 1.1598, я рекомендую ставить на снижение до уровня 1.15. Вчера также еще по статистике индекс инвесторов Centix, который оказался хуже, чем в прошлый раз, 16.9, показатель с практически 20, который мы видели месяц назад. Сегодня на повестке экономического календаря несколько индексов по активности в сфере услуг и в 18.00 по московскому времени выступление президента ЕЦБ Кристина Лагарта. Я думаю то, что руководителю Европейского центрального банка сегодня снова придется комментировать перспективы национальной европейской монетарной политики. Если мы вспомним, какой позиции поддерживается Лагарта, то любой комментарий о важности в текущих условиях сохранять прежние экономические стимулы, скорее всего, будет негативно воспринято рынком, что приведет к дополнительному давлению на евро. Но самое главное, на евро будет давить локальный рост доллара, потому что американская валюта продолжит пользоваться спросом как защитный инструмент. Опять же, на том факте, что даже подключение непосредственно Байдена к вопросу убеждений республиканцев поднять патологу государственного долга не помогло решить этот вопрос. Мы помним вчерашний комментарий республиканцев, скажем так, в целом. Довольно жесткий, что в частности оппозиционная партия не собирается помогать партии власти решить данный вопрос так, как хотят демократы. Демократы хотят пойти по пути наименьшего сопротивления, то есть напечатать больше денег, повысить лимит без каких-либо обязательств, занять на внешних рынках больше средств и, в общем, жить так еще год-два, но насколько продлят, собственно, патологу государственного долга. И республиканцам, конечно же, больше импонирует другая позиция, которая практически невозможна для демократов. Это то, что нужно урезать расходы. Это болезненная тема для демократов. Почему? Потому что основа предвыборной кампании Байдена – это инфраструктурные проекты, которые подразумевают доп. расходы больше, чем на 1 триллион долларов. Мне, друзья, так же, как и вам, очень интересно, в итоге на чем сойдутся республиканцы и демократы, как будут преодолены вот эти межпартийные разногласия и когда будет найден компромисс между Палатой представителей и Сенатом. Но думаю, что это не произойдет ни сегодня, ни до конца этой недели, в лучшем случае следующей неделе. А до этих пор мы будем наблюдать за паническими настроениями, негативным отношением к риску и, собственно, локальным укреплением позиции доллара. Но в отношении доллара также еще стоит отметить несколько других факторов, которые провоцируют спрос на него. Во-первых, это очень свежие воспоминания компании Evergrande, китайский застройщик, которого мы не касались несколько дней, но сейчас эта тема снова актуальна, потому что буквально со вчерашнего дня торги этой компании в Гонконге были приостановлены. Руководствуясь моим субъективным опытом, могу сказать вам, что, как правило, когда возникают проблемы с долгом и когда логично следует приостановка торгов, это может быть предвестником предстоящего поглощения компании. Но здесь совершенно другая ситуация. Кто поглотит компанию с долгом в 300 миллиардов долларов, кто возьмет на свой баланс такие долговые обязательства. Поэтому я не буду сейчас ручаться за то, что поглощение произойдет, и именно к этому все идет. Но, как минимум, приостановка торгов – это еще дополнительно для нас причина вернуться к прежним рискам, связанным с Evergrande, снова говорить о вероятном принципе домино, о том, что проблема китайского застройщика может начать транслироваться на другие компании со всеми вытекающими отсюда последствиями. Причем на компании не только китайского корпоративного сектора, сектора недвижимости и так далее. На компании вообще глобальной экономики. И вновь обострившиеся торговые отношения между США и Китаем якобы обвиняют Китай в том, что они не соблюдают условия торговой сделки. Но эта тема идет как бы бонусом, чтобы дополнительно, друзья, вам подсветить тот факт, что сейчас лучше не связываться с рисковыми инструментами. Мы можем сюда добавить также и рост напряженности в отношениях между Китаем и Тайванем. И, соответственно, это еще одна причина работы сейчас с защитой, но никак не с рисками. Из всего вот этого многообразия локальных факторов, буквально всего спектра вообще тенденций таких новостных, которые можно только собрать, я думаю, что в ближайшие дни мы увидим индекс доллара еще повыше. И, соответственно, сможем параллельно наблюдать за давлением на позиции рисковых активов рынка Форекс и, конечно же, американского фондового рынка S&P, NASDAQ, Dow Jones летят вниз. Причем тема высокотехнологичного сектора вчера была еще более актуальна. Я имею в виду индекс NASDAQ, который потерял больше, чем его основные оппоненты по американской фондовой секции. И вы наверняка знаете, что это давление было также обусловлено с таким критическим сбоем, который произошел в работе Фейсбука и, соответственно, во всех сервисах, которые принадлежат Фейсбуку, Инстаграм и Ватсап. На текущий момент работа вроде бы как восстановлена, но я не могу точно ручаться за то, что работа абсолютно уже бесперебойная, осуществляется без каких-либо трудностей и, в общем, затруднений. Но сам факт того, что вчера просели очень сильно акции Фейсбука, по-моему, больше, чем на 5%, это одно из крупнейших одновневных снижений за последние несколько месяцев. Вкупе еще вот с темой, а будет ли дефолт, конечно же, американский фондовый рынок может просесть еще сильнее. Друзья, я так же, как и вы, хочу купить американскую фонду пониже, но не могу точно сказать, где будет вот этот оптимальный уровень для перезахода. Но самое главное, сейчас не пытайтесь обыграть рынок, войти на вероятном просломе вот этой нисходящей тенденции, пока не разрешен новостной фонд, связанный с лимитом государственного долга США. И как только это произойдет, я вам, разумеется, расскажу. И по остальным активам австралийца мы также ждем внизу, в районе 0,71. Одного сегодня Резерный банк Австралии не стал менять монетарную политику, все как и раньше. Ставка 0,25, программа количественного смещения на 4 миллиарда австралийских долларов в месяц. И по рынку нефти, это приятный бонус, мы ожидали роста этого актива в район 82 долларов за баррель. Вчера максимум был 81,98. ОПЕК помогли нам в реализации этого сценария, потому что приняли решение не увеличивать дополнительно сверх ранее обозначенных договоренностей уровня добычи. То есть, так же как и раньше, ежемесячный прирост будет 400 тысяч баррелей до конца этого года. И этого недостаточно, чтобы покрыть те объемы спроса, которые есть со стороны мировой экономики. Если не хотите рисковать, друзья, то подумайте, на текущих уровнях может быть уместно уже закрываться. Если все-таки хотите рискнуть, то, думаю, можно попробовать побороться даже за 84-85 долларов за баррель. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего вам торгового сессии. Всем пока!